Чем нас больше, тем меньше индивидуальные риски, тем меньше вероятность того, что с вами что-то нехорошее случится. 100 человек легко всех задержать, 1000 человек легко разогнать, 10 тысяч человек ты уже фиг разгонишь, и как бы индивидуальные риски для каждого очень мало. Пойдет ли российская власть на какую-то дальнейшую эскалацию, начнет ли она при следующих митингах стрелять? Здесь мне почему-то кажется, что у этих людей все еще есть рациональность и инстинкт самосохранения. Они прекрасно знают, что когда ты начинаешь стрелять в людей, это все заканчивается очень быстро. Румыния, Украина, много других мер. Они очень рациональны, то есть Путин он же не дурак, он человек, у него есть очень четкие материальные мотивации. Ну, нравится быть одним из самых богатых людей в мире, нравится наслаждаться жизнью. И он реально пытается делать все, чтобы эту ситуацию нам можно дольше законсервировать. Поэтому вечное их лавирование, шаг вперед, два назад, здесь поджали, здесь отпустили. И они надеются, что вот так они смогут продолжать свою работу как можно дольше. Там, этих посадили, этих выпустили, это запретили, это разрешили. Ну, вот как-то вот так вот. У них до сих пор это получалось, но они надеются, что там еще 17 лет будут получаться. Мое мнение. Могу ошибаться. Так. Да, да, да. Гори, только как. Навальный знает, что его стал красночиц убить, но есть охрана. И на сколько это еще нужно? Первое. Нет смысла соревноваться с государством в ресурсах. Ну, то есть у государства бесконечный ресурс. Да, то есть там у людей есть, там, то есть окей, нанять там 100 охранников, которые будут ходить с семьей и живым счетом. Мы потратим на это весь бюджет и все деньги, которые собрали. Мы не сможем встречаться с людьми и разговаривать с людьми. А при этом, если они заходят на эту всю штуку, сбросят бомбу, они все равно сбросят. Правильно? То есть нет возможности у государства выиграть ресурсное противостояние. И они пытаются в это вовлечь, в ресурсное противостояние, безусловно. То есть вот это одна из целей, зачем они там кидаются и как бы исходим из принципа делать, что должно быть, что будем. Понимаем ли мы все риски? Ну, конечно, понимаем. Защита от этих рисков одна. Максимальная публичность, максимальная прозрачность, максимальное вовлечение людей и поддержка людей. Опять же там, Навального защищает не то, что у него там, не дай бог всем что-то случится, но на улицу людям берет человек. Это гораздо более лучшая защита. Лучше не существует. Здравствуйте. Вот здесь уже упоминалось о том, что вот, как есть легенда, что Навальный агент Кремля. Но также вот и есть легенда... Вы определитесь к этим? Да, есть также вот легенда, что Навальный именно агент Кремля. Вот как вы понимаете, если как вы думаете, что... А как человек, который лично знает Алексея 7 лет и плотно работает с ним 5 лет, я хочу сказать, что это не так. Хударковский же он поддерживает Навального. Он отсидел 10 лет, там, или сколько, и у него отжали компанию. Зачем он будет поддерживать агента Кремля, как бы, да? Ну, нет. Еще раз, нельзя рациональными аргументами доказать, что ты не верблюд. То есть, поэтому, как бы, серьезно отвечать на вопрос, почему ты не верблюд. Ну, все, вот, 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 вот. Горба? Нет. А есть, без горба. Еще такой вопрос. Я не так давно, но после Метчика, вот что в Твиттере, ну, увидел этот вопрос, на то, что условный срок Навального из-за административного ареста может прийти в реальность. Есть такое если нет? Может, может, может быть все что угодно. Они могут завтра разбудить 5 уголовных дел или 10, пересмотреть решения по ранним делам, заменить условно реальный по ифраше и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, это все делается для того, чтобы создавать нервозность, чтобы мы отказались от каких-то планов, не делали что-то, что считаем правильным, лишний раз думали сидеть дома или выходить на улицу, лишний раз думали ехать в регион или не ехать. У меня в Кемерово прилетело яйцо, испортило, у меня хороший плащ и так далее. Мне неприятно, неприятно. Я понимаю, что это сделается для того, чтобы я второй раз в Кемерово не приехал. Мне от этого начинают хотеться в Кемерово еще больше приехать. А Алексею от каждого уголовного дела еще больше, хочется победить на выборах. Вот и все. То есть это только так работает и только так может работать. Друзья, спасибо вам большое. У нас еще впереди пресс-конференция, и потом нам надо мчать в Ростов и еще пить гадачи чай. Спасибо большое за ваши вопросы. Я еще раз извиняюсь за то, что 14-й наш штаб, но впервые мы открываем без личного участия Алексея. Еще раз обещаю, что он тоже приедет, со всеми сфотографируется, на все вопросы ответит. Я старался его там заместить, так, ну, конечно, у меня, наверное, очень плохо получилось, но я, по крайней мере, постарался. Спасибо вам большое, что пришли. Павел, его команда. Павел, его команда, весь штаб, работают здесь. Энгельсы, 70, главный политический адрес Воронежа на ближайший год. Проверяйте инициативу, приходите. Ну, там, если поток иссякнет, мы будем делать рассылки и приглашать, говорить, мы хотим познакомиться с волонтерами, со всеми поговорить, приходите. Но, в целом, приходите сами в удобное для вас время, и мы построим нашу супругскую организационную машину, которая всех победит. Давайте верить в себя, у нас все получится. Ура!